Привет, братцы! Вы смотрите программу «Чайный зануда» на телеканале «Точка отрыва». По утверждению нашего гостя, Бронислава Виногродского, цигун – очень простая вещь. Так ли это, мы разберемся прямо сегодня. А поможет нам знаменитый чайный клуб «Гощай» Андрюха Цукерберг, ну и, конечно же, я, Сергей Бадюк. Поехали! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Одели белый халатик, как у меня, ручками начали разводить, все, мастер цигун. Как отличить? Потому что если в йоге, в принципе, мы приходим, там, в зал, мы смотрим, ну, так или иначе, человек хоть как-то гнется, там, сгибается, складывается. Цигун – вещь неосязаемая. Как не нарваться на шарлатана и как начать практиковать? Ну, во-первых, все-таки я с одним единственным не согласовываю, что вещь осязаемая от цигуна. Если человек, с моей точки зрения, телом не владеет, если у него нет координации, потому что в конечном счете все равно цигун для тела. Почему? Потому что в китайской вообще мировоззренческой концепции разум живет в теле, разум живет телом. Собственно, разум и есть тело. Собственно, потому что не делится на душу и тело. Эта конструкция и есть то, через что весь этот разум идет. И мы знаем там по китайской теме самые красивые эти штуки, что доброта порождается печенью, и если печень порождает плохо доброту, рождается гневливость. Сердце порождает порядочность, и если в сердце мало порядочность, человек становится избыточно истерично веселым. Селезенка порождает веру, и если веры недостаточно, человек становится рефлексировать, задумчиво слишком становится и так далее. То есть вот эти пять этих штук, и это все работает в человеке. Но есть как вот пять нравственных чувств, это все все вот эти самые дыхания. У дыхания есть три аспекта. Есть сила дыхания, есть качество дыхания, есть вещество дыхания. Вещество дыхания, собственно говоря, это те, наверное, газовые среды, как таковые, которые идут по вот этим китайским меридианам, каналам, и которые работают в ритмике с временем. Я в свое время практиковал такую штуку – давание определений цигун. Каждый день какое-то новое. Но в конечном счете цигун – это все равно очень простая вещь. Это работа, которая направлена на координацию внимания, дыхания и ощущений тела. Ощущение тела – это всегда движение. Дыхание – это всегда переживание в процессе вдохов и выдохов, потому что абсолютно все эмоции в человеческом теле рождаются во время вдохов и выдохов. И там завихрение этих дыхания, они ощущаются как эмоции. И, следовательно, сознание, у которого тоже есть качество, вещество и сила – это концентрация и рассеяние, собственно, внимания, восприятие. Внимание – собрался, раз – отплыл. И поэтому все работает в ритмике дыхания. Поэтому цигун, в конечном счете, – это способность внимательно отслеживать свое дыхание в теле в процессе движения. Я правильно понимаю, что если мы видим человека, который не владеет своим телом, то есть нет координации, избыточный вес какой-то, то есть он не выглядит, скажем так, здоровым, то если он даже заявляет, что он владеет какими-то техниками, то, скорее всего, это профанация. Ну, может, он даже и владеет чем-то, да, вот это вот. Может, он даже может и чем-то тебе локально помочь, но лучше быть на расстоянии. Потому что помочь-то можно боль снять, можно анальгином, можно и опиатами какими-нибудь жесткими. Они тоже боль снимают как таковые. Но чем платишь, по сути дела? Поэтому, конечно, смотришь, чтобы у человека были глаза добрые, собственно говоря, светился здравый ум в этих глазах, чтобы человек говорил нормальным, связанным текстом правильные вещи, которым ты доверяешь, чтобы не было давления, чтобы не было ощущения, что на тебя что-то такое одевается. Ну, потому что есть такие люди. Чтобы в секту не превращалось это. Ну, да, дело даже не в секте, просто человек должен быть приятным и, собственно говоря, как мы. Приятные люди. Посмотрел на зритель, люди в белых халатах, с белыми бородами, вроде приятные, вроде улыбаются. Все, буду заниматься цигун. Какие книги можно рекомендовать, почитать? Ну, вообще вот такой был текст. Сейчас есть хорошие книги, честно говоря. Вот я помню, что был такой Ян Джунмина текст, значит, где описываются какие-то базовые термины цигун. Где, в принципе, читать книги... Вообще, в основе цигун лежат три основных книги, китайских, традиционных. Это трактат «Желтого императора внутреннего», который представляет собой описание организма традиционной китайской медицины. И он издавался у нас, у нас есть коллекция. Он издавался в моем переводе. Да, у меня она есть. Второй – это текст, это Лао Цзи, значит, трактат о пути истине, значит, это об истине и силе. Это трактат, который описывает базовые закономерности движения сознания в этом мире. И третий – это книга перемен, которая описывает того, как вообще все меняется, собственно говоря. Вот эти три основные текста классических. И, в принципе, вообще вся даотская литература, потому что даотская литература, она вся организмическая. Она вся, потому что трактат «Желтого императора» тоже представляет собой классику даотской литературы. Потому что создателями даосизма были «Желтый император» Хонди и Лао Цзи, как таковые. Поэтому вот эти вот тексты, так как, в принципе, классические тексты читать трудно, то для того, чтобы разобраться, конечно, лучше разобраться в описании организма, есть чудесная книга Джованни Мачоча, которая называется «Переведи на русский язык». Значит, это испанского или итальянского происхождения на английском языке текст автора, который очень ясно описывает все устройство для обычного человека. Как устроен организм традиционной китайской медицины. Когда ты будешь понимать, что куда движется, что куда течет и так далее. И вот потом я делаю сейчас вот цикл лекций, который тоже посвящен описанию организма, описанию функций каждого органа, значит, где там тебе рассказывают, что такое у тебя печень, какую функцию она выполняет в организме, какие эмоции, что она делает. Или вот селезенка, например, я вчера как раз эту лекцию читал, да, селезенка управляет, она собирает. Она собирает, и, собственно говоря, вот если кровь, если ты все время в рассеянных состояниях, значит, у тебя с селезенкой что-то не то, селезенкой желудок, собственно говоря. И она у тебя собирает, держит, она приподнимает все. То есть, если у тебя вот опускается, если ты вообще опущен, значит, селезенка плохо работает. Вот это такие вещи, которые описывает организм с точки зрения вот этой китайской медицины, очень полезные. И, собственно говоря, в тигунном, когда ты занимаешься, вот что ты делаешь? Ты на самом деле дышишь и смотришь, как дыхание твое влияет в долгую на состояние твоего тела. Мы можем сравнить состояние, ну так вот, опять же, к обычным нашим зрителям, люди, которые планируют только начать, это как сканер, как сканируешь свой организм. То есть, как МРТ сам себе делаешь. Абсолютно точно. Более того, я часто говорю, что тигун – это инструмент по самоисследованию. То есть, на самом деле, вообще, с моей точки зрения, я почему не веду постоянных занятий под тигун? Я изредка даю какие-то небольшие семинары только для того, чтобы человеку дать инструменты и крутить, как можешь. То есть, можно заниматься самому? Более того, что самое главное – заниматься нужно самому. Никто за тебя ничего не сделает. Потому что, на самом деле, самые эффективные техники в тигун – они самые простые. Мы же знаем, что, типа, самое простое и самое эффективное – это ты встал в тварию. Стоповая работа. И стоишь час. В общем, по большому счету, больше ничего не надо. В принципе, все. Остальное все для отвлечения усталого тела, которому все время хочется пошевелиться. Тогда тебе говорят, ну ладно, пошевели еще ручками вот так вот в ритме дыхания. Ну, еще вот так вот поводи. Давай, вот так поводи, попробуй. В китайской цивилизации там главный самый иероглиф – это иероглиф «джун», значит, который входит в понятие «джунго» – обозначение Китая, которое часто неправильно переводят как «центральное срединное царство». «джун» – иероглиф означает «средина как принцип равновесия». Самое главное добродетель, вообще, собственно говоря, – это способность держать равновесие. В цигун умение держать равновесие – это тоже самая важная вещь. Если говорить о китайской, предположим, нумерологии, то существует она каким образом? Вот что такое семерка? Семерка – это равновесие между верхом и низом в теле, передом и задом, левым и правым. А девятка – такое важное число – это, следовательно, туда добавляется еще внутреннее и внешнее. И вот когда ты ищешь эту точку равновесия, которая тебе позволяет быть в центре между этими осями, вот тогда у тебя получается целостность. Вот это и есть сигун. Ты все время ищешь точку равновесия, но ты ищешь не только в теле, ты ищешь ее, потому что ты же понимаешь, что тело все время дышит. Там что-то шевелится, там что-то бурчит, оно как-то двигается, ему где-то неприятно, ему где-то дискомфортно. Что-то заболело. Что-то заболело. Перекасило. Да, да, да. И поэтому ты ищешь эту точку равновесия, которую ты способен длить во времени. Потому что точно так же ты ищешь точку равновесия между своим бодрствованием и сном, между своим наполнением и опустошением, собственно говоря. И это опять китайская медицина. В китайской медицине существует такая, значит, бянь-джинь-лунь, теория синдромов развлечения. Она выделяет 8 основных синдромов, по которым человек рассматривается как больной или здоровый. Потому что все причины нездоровья заключаются в двух основаниях. Избыточность и недостаточность. И все. Больше ничего. Да, 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 да. Избыточность и недостаточность. Дальше, где эта избыточность и недостаточность проявляется? Существует инь и ян, то бишь по-русски говоря, сила света и сила тьмы. Свет и тьма, да, ты с ней всегда адаптируешься, да. Второе, существует жар и холод, тепловой баланс организма. Третье, существует поверхностное и внутреннее в организме. И четвертое, существует опустошение и наполнение. Свет и тьма – это сон и бодрствование. Собственно говоря, жар и холод – это климатические изменения. Ты чуть начинаешь потеть, ты начинаешь отслеживать эту историю. Собственно, поверхностное и внутреннее – это постоянно твое внимание между ощущениями внутри тела и вовне, как они отрождаются. И опустошение наполнения – это, собственно, еда, питьё, как себя правильно наполнять и как опустошать. И самое главное, о чём я говорил, это равновесие во всех этих единицах. Поэтому добавляется ещё единичка, центр, и получается опять девятка. Поэтому девятка в Китае – магическое число. Три тройки. Вопрос. Послушал нас зритель, зритель умных, почитал книжек. Как начинать практиковать? С чего начинать самостоятельную практику? Ну, нету, нету рядом мастера, нету некому обратиться. Практиковать хочется, начинать цигун. Самое простое упражнение в цигун, это же надо просто показать. Ты берёшь, выдыхаешь, и потом с вдохом двигаешь руки вперёд от себя, а с выдохом к себе. И делаешь это девять раз. И думаешь, что с тобой происходит. Повторяешь это в течение дня четыре раза. Утром, в полдень, в сумерки и перед сном. Вот с этого можно начинать практиковать. А самое главное, что остальное потом притянется. То есть сформируется свой, можно даже свой какой-то цигун, сформируется свой комплекс. Более того, Серёжа, я хочу сказать, что обязательно формируется только свой комплекс. Ты обязательно начинаешь с кого-то, но с одной стороны все эти комплексы, как говорит эта китайская история, а что у тебя? У тебя шесть сочленений сверху донизу, понимаешь? Типа там девять дырок в теле. Разница-то какая. Все одинаковые. И каждый поэтому свой комплект, это свой способ искривления. Ты показываешь, где ты кривой, понимаешь? А ты говоришь, у меня вот такой комплекс. О, мой комплекс неполноценности, самый лучший комплекс неполноценности. Поэтому если ты кого-то пытаешься научить, то ты единственное пытаешься передать человеку свой опыт в обнаружении своих перекосов и ошибок. А дальше он должен идти сам. Конечно, а как я и могу найти, где у тебя там на самом деле, где вот эта вот спайка, перепайка, где у тебя проходит, не проходит? У меня часто случается, приходят люди на практику, и вот, ну давайте мы будем ходить к вам каждый день. Я говорю, зачем вы мне каждый день? Вот меня удивляет народ, который приходит, говорит, я хожу на йогу в группу три раза в неделю. Я говорю, и что? Йога, цигун, тайцзы – это то, что надо делать самому, без людей. Абсолютно правильно. Я не имею в виду спрятаться в горы куда-то, потому что я вот тренируюсь, внутри такой колодец у нас, дома высокие. Но мне в этот момент люди все равно, для меня их не существует без людей. Вот очень сложно понять, вот все привыкли, что надо ходить в группу, надо ходить на секцию, вот должен стоять тренер там с палкой, тебя вот там заставлять что-то делать. Проблема современного человека, реальная проблема – это воля. Отсуществие воли. Да, 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 она, я бы сказал бы, что ее недостаток у современного человека воли избыта. Его все время волит, ему все время куда-то, он все время своевольничает, его куда-то все время тащит вот эта воля, да. И поэтому, когда воли слишком много, он ее раздает, он ее раздает соцсетям, он ее раздает каким-то советчикам, он ее раздает всем, лишь бы только его дергали куда-то, да. Потому что, а вот воля, которая направлена на самого себя, вот она тогда в недостаточности, а по-моему, воля – это тоже единица тюгун. Воля в китайской традиции, она вырабатывается почкой. В воле есть производство почек, собственно говоря, как мысль, например. Мысль, а по мыселу, за мыселу производится селезенкой, да, да, там. Это производит у нас… Ощущение времени производится печенью, да, ощущение пространства производится легким. Значит, вот это китайские все хитрости, ты потихонечку там их узнаешь, когда ты практикуешь тюгун, что это действительно так. Воля, а почки у современного человека слабые, потому что почки – это корень, который связывает человека с родом, со своим, собственно говоря, с прошлым связывает. Сейчас человеку все время, давай-давай-давай, быстро, инновации у нас. Вот это вот, как будто что-то изменилось за последние, там, десяток тысяч лет в человеке, понимаешь, какая штука, да. Среда, может, и поменялась, но способ перемещения в этой среде, как был, так и остался, собственно говоря. И кроме глупостей человек мало что делает в этих штуках. Поэтому заниматься одному, почему? Потому что сосредоточение – это самое главное в тюгун. То есть, собственно говоря, в сосредоточении… Что же делает человек? Что он главное? Он должен мыслью держать центр средоточия. Я вообще в своих переводах и вообще в разговорах об этом избегаю транслитерации китайских терминах. Есть такие люди, которые говорят, вот сейчас нужно сделать джудин, потом надо сделать сяо-яо, мао-пао, понимаешь, типа там тахун-пао срочно. Налить. Налить, да, да, да. Плесни-ка нам тахун-пао. Я вот избегаю, поэтому я говорю, что вот эта вот штука, которую говорят еще «киноварное поле», «даньхянь», это, если правильный перевод, китайский язык очень сложный. Это называется центр средоточия. Не сложный, ты говоришь. Сложный. Я говорю, китайский язык очень сложный, чтобы добраться до простоты в нем. Нужно очень долго учиться, чтобы… Я вот сколько, я уже 40 лет учу китайский язык, да? Я читаю тексты, думаю, так, а почему же я его не понимал предыдущие 40 лет? Это вот мой основной… То же самое и в тягуне. Когда находишь, наконец, правильное движение, когда ты научаешься распределить дыхание и внимание в движении вот одного своего какого-то запястья, да, ты думаешь, а почему же я раньше так не делал? То есть то, что называется продышать. Продышать, да-да-да. У тебя, потому что оно действительно у тебя продышивается, и ты каждое движение делаешь с дыханием. Потому что вот еще основной принцип тигун – пошла мысль, пошло дыхание, пошла кровь, произошло движение. Только это надо делать, у тебя скорость постепенно увеличится, ты делаешь это быстро. У тебя так раз, оп. И у тебя любое движение закончено всегда. Потому что ты его знаешь, где ты его начал. Вот по-китайски еще такая есть история. Принцип, вот это то, что излагается в основном в Водао Дудзине. Нужно связывать концы и начало. Вот такая фраза. По-китайски все говорят, что джун-ши – конец и начало. Не начало и конец. Потому что для того, чтобы начать что-то новое, тебе нужно взять обязательно конец. Ты не можешь начало связать с концом, которого еще нет. Ты не можешь… Ты, следовательно, должен правильно, вот говорится, что легко начинать, заканчивать трудно. Вот ты должен закончить так, чтобы следующим началом… Тебя породило что-то. Да, что у тебя обязательно, тебя даже не обязательно порождать. Оно же у тебя как сердечко бьется. Вот так вот. И раз, и ты движешься, твое внимание движется, твое сознание движется во всем этом. У меня была история личная в жизни, когда я снимал в Таиланде, в парке Рамы Девятого, и увидел мастера, который практиковал тайцзи. Высокий, прямой тайцзи, такой высокий, выше среднего тайца, очень прямой чувство, от человека прям шла энергия. Он с мечом работал, потом сам, я два дня его наблюдал, на третий день подождали, пока он закончен, подошел, извинился. Говорю, мастер, можно вас снять с переводчиком? Он оказался неплохо очень говорить на английском языке. Мы начали общаться, он рассказал, что за стиль, как, чего, все. Мы прекрасно его сняли, и в самом конце я спрашиваю, а сколько лет вы занимаетесь, ожидаю услышать там… Он говорит, ты знаешь, малость, 16, ему 76, я начал заниматься в 60, с полным букетом, ну в 60, говорит, я собирался умирать. Это я к тому, что вот приходит, ой, а мне уже поздно. Я честно бы сказал, иногда цигун, мне так кажется рано, там раньше 20-25, 25 даже человеку не объяснить. Нету какого-то личного опыта. Почему прыгать не надо? Вот мнение. Вот в принципе после 24 лучше заниматься сразу. И неважно сколько тебе, 96 или 54 не играет роли. Если ты… вот у тебя возникла мысль, вот как ты рассказывал о том, как пилотов учат, да, вот это вот, что если возникла мысль, выпускай травмой парашют, значит, выпускай, не думай больше, ни разу не относишься к тому. Если возникла мысль, что надо заниматься, начинай заниматься. Все. Золотые слова. Надо начинать сразу заниматься. Как вот Суэдзян у нас, да, мастер? Да. 33 года начал. Знаешь, да, в Пекине живет мастер Суэдзян, Багуа-Си. Он прошел по парку в 33 года. И увидел, и сейчас в дереве Багуа главный мастер. И вот к нему не заразнет народная тропа. И мы, кстати, с Шифу сняли про него прекрасную программу 300 лет назад, в 2004 году. Мы поехали в путешествие и взяли его. У него была с собой только одна барсеточка. И вот как эта у него энергия идет, в конце поездки мы тащили его подарки. Ему в каждом городе дарили подарки. То есть вот... Ну, значит, люди чувствуют, конечно. Люди чувствуют, конечно, да, да. Потому что действительно вот в западной традиции, в западной истории ушло понятие общего поля. А общее поле – это то, что присутствует обязательно. Это то, что мы действительно ощущаем. Действительно есть, неважно, что это, там, флюид она называется, я не знаю, магнитное поле или что. Но каждый раз первое ощущение о человеке всегда правильное. Потом оно, правда, по-другому раз и стерлось вторым уже, да. Вот, поэтому человека нужно чувствовать и себя нужно. Вот когда ты научаешься чувствовать себя, Тигун уже про это, про то, что ты научаешься, собственно говоря, ясно видеть себя. Ясно видеть себя – это что значит? Это значит не свои достоинства, которые ты так изо дня в день видишь в себе, постоянно себя золотого, да. Ясно видеть себя – это умение видеть свои недостатки. Это видеть точки, где ты теряешь равновесие. Я, собственно говоря, постоянно повторяю. Вот в книге «Перемен», значит, китайский, этот главный текст, там только та линия, которая в равновесии, она всегда указывает на счастливый исход любого дела. То есть там может быть правильно, может быть неправильно, но только равновесие дает стопроцентный вот этот вот исход. Вопрос. Можно ли навредить цигун? Чего следует избегать при практике, чтобы не нашкодить себе, своему любимому организму? Можно, да, можно, можно, потому что человек, он очень долго, значит, не занимается. Потом, как думает, сейчас я вот одно занятие проведу, и все вопросы решу. И как дёрнет что-нибудь обычно, то есть человек, значит, человек слишком сильно стараться начинает. Я говорил, в китайской медицине синдромы избыточности и недостаточности. Поэтому основная тема, которую я говорю, вот когда вы видите какую-то практику, которую делает какой-то человек, вы все равно что-то видели, но только не старайтесь доходить до предела. То есть никогда не доводите, потому что еще вот у человека это свойственно для человека. Он когда начинает тянуться, да, то ему хочется с энергией как бы растянуть вот что-то там такое, сильно растянуть. Сесть шпагат, в конце концов. Сразу сеть шпагат, вот это вот. Наклониться. Наклониться прямо, достать уже всего. Взять большой вес. И вот здесь вот очень важно научиться точно чувствовать меру, за которой еще одно движение, и комфорт потеряется. Но при этом нельзя и лениться. Опять равновесие, опять средина. Опять ты возвращаешься туда же точно. Равновесие между внутренним и внешним, между светом и тьмой, бодрствованием и сном, между теплом и холодом, между опустошением и наполнением, между весной и осенью, между твоим рождением и твоей смертью. Когда лучше всего практиковать? Вот начинать с утра, вечером? Лучше всего практику делать два основных таких момента. Вообще идеальная тема – это четыре раза в день. И не обязательно делать по восемь часов сразу. Опять я о чем-то говорю. Потому что когда ты долго не начинаешь, то потом, слушай, как начал, остановиться не можешь. Делать можно буквально по несколько минут. Но главное – вот эта вот регулярность. Это так же, как язык учить иностранный. Это когда ты учи хотя бы по пять минут, хотя бы по одному слову в день. Вот то же самое. Делай минимум, который тебе комфортен. Не доводи до дискомфорта. Лучше всего делать сразу после просыпания. Потому что у всех разные моменты, когда люди просыпаются. Я делаю свою практику сильно рано, в 3.30 утра. Когда я в хорошей форме, я иногда в ней бываю, я еще обязательно делаю практику прямо перед сном. Потому что в сон нужно уходить в очень хорошем, ясном, чистеньком состоянии. Если у тебя есть какая-то история, можно посерединке еще что-то сделать разочек. То есть желание появилось? Встань, сделай пару минут. Встань, сделай любое движение, сделай хотя бы. Сделай два движения. Что такое? Сигун, еще раз говорю, это с большим, тонким, хорошим, добрым вниманием вдохнуть и выдохнуть. Вот, собственно говоря, и все. Ну, вы открыли тему, она будет, наверное, всем интересна. Сказали такие золотые слова, что еда – это лекарство. Да, да, да. И вот сочетание продуктов, потому что, но это всех интересует. Еда – это лекарство. Хорошо выглядеть, особенно в зрелом возрасте. И вот будет очень интересно это. Есть три причины болезни. Самая главная причина – это еда. Неправильная еда. Неправильная еда даже не то, что ты ешь, а как ты ешь и когда ты ешь. Неправильное сочетание твоего состояния с временем приема пищи и с количеством приема пищи. То есть, один из основных, конечно, принципов еде – никогда не переедай. Потому что селезен, концентральный орган, который называется по-китайски хоу-хянь-жи-бэнь – корень последующего неба. То есть, он не терпит переполнения. Он тогда, он держит свою систему. Он как бы является точкой притяжения, точкой, которая сдерживает эту историю. Каждому органу соответствует свой вкус. Который, опять же, если вот селезенка… Почему девочки любят сладенькое поесть? Именно потому что сладкий вкус – это вкус селезенки. А по-китайски капризность и вот этот плохой нрав называется пхи-ти. Ти-селезенки. Энергия селезенки избыточная. Вот этот человек у него пхи-ти. Он плохой такой, норов, норовистый такой человек. Значит, и когда он съедает немножко там сладкого, то сладкий вкус попадает в селезенку. И селезенка, она рассеивает, расслабляет и разводит. Селезенка, ее функция вместе с желудком, она пища, которая попала в желудок, она вытаскивает из нее все самые нужные вещества, вот эти вот энергетические, и доставляет во все нужные части тела. И поэтому ты, когда сладенького поела, она так раз и активировала у тебя селезеночку. Селезенка раз – растащила все. У тебя сила появилась, настроение улучшилось, сам предположим. Это обман как бы сладеньким ты? Нет, это не обман. Если ты вовремя и столько, сколько надо. То есть, грубо говоря, кушать можно все, но когда надо и сколько надо. Когда надо и сколько надо. Вот в традиции, например, китайской, каждый вкус делает определенное действие. Например, острый вкус рассеивает, разгоняет. Почему вот острая пища, острая кухня очень сычуанская, например, да? Именно потому что там очень много влажности и жара, и она скапливается, она создает слизи, и их надо разгонять по организму. Вот поэтому едят очень много острого с этой целью. Потому что вкусное, чтобы во рту горело, да? А сладкий, вот он рассеивает таким вот образом. А горький, горький он собирает. Горький он собирает. Кху. Кху это, вот в китайце любят есть этот кху горький огурец. Горькая тыква. Кхугуа. Вот эта вот история. А потом он выводит слизи горькие, разгоняет слизи как таковые. А одна из основных причин заболеваний, вот особенно во влажном и жарком климате, это образование слизи, которое забивает каналы, по которым идет эта самая чия, она начинает не проходить. Постепенно оно... Это в жарком климате. Это в жарком климате. Это, наверное, и есть параллель, то, что в русской кухне не так много горького. Да, да, да. Потому что у нас было... Соответственно, к нашему климату. Да, климату, и поэтому... Вот мне интересно было. Но была, тем не менее, была же редька, была же редька, редька, редьку много ели, тем не менее. Но горчица это тоже там, вот это еще делает горчица. Да, горчица острая, горчица не горькая. Вот в этом разница горького вкуса. Вот есть такая, это как медвежьи лапки, да, вот это вот такое растение. Вот оно горький вкус, полынь горькая, да. А мы горького вкуса почти не знаем. Все понятно. Я-то еще думаю, почему у нас так мало... По стихиям огня он горький вот так раз разгоняет тоже вот эту всю историю, да. Значит, соленый сянь, он такой, значит, вот мы любим больше соленый, потому что он соответствует почкам, почке соответствует холоду, стихии воды. Поэтому мы здесь... Соленые огурцы, как и что-то еще там. Да, 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 ну вообще соленые. То есть в России любят соленого больше ездить. Например, а вот в Гуандуне, вот гуандунская пища, кухня, там же в Китае 8 видов кухонь, там больше едят слад... Там очень много сладких соусов, с мясом, совсем все равно сладкие соусы. Вот это вот как раз рассеивает, разгоняет, потому что вот такие вот вещи. И еще вот то, что ты сказал, потому что, опять, что в Китае говорится, у еды и лекарств один и тот же принцип действия. Корень, нет никакого пищевого продукта, который бы не воздействовал на состояние твоих внутренних органов. Это не то, что он там извлек белки, жирки, углеводы, значит, это и что-то. А он обязательно создает определенное состояние. Он или увеличивает проходимость, или уменьшает. Он или что-то опускает, или что-то подымает. Каждый продукт. И есть такой трактат древний, называется Бенцхао Ганму, фармакологический, на основании которого вся китайская аптека стоит в настоящее время. 15 века даос Лис и Джен его сохранил. И в то же самое время, значит, бывший повар, лейб, повар императорский, написал точно такой же трактат по еде, где каждый пищевой продукт каким образом действует на организм. Но в России, если ты не знаешь китайского языка, нет перевода. Переводов нет. Минуточку, я записываю. Да, просто это будет интересно людям, потому что действительно сейчас уже много товарищей приходит, они все разваливаются. А понимаешь, что проблема не в том, что... Плохая еда. Она в нервах и сочетании еды. Плохая еда и нервы. Мне нервы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...